Вот уже в 15-й раз сотрудники военных комиссариатов отмечают свой профессиональный праздник. Указ президента Российской Федерации был подписан в 2006 году. Торжество приугрочили к учреждению военкоматов 8 апреля 1918 года. Далее продолжит Елизавета Кабанова. В нашем округе история военного комиссариата началась в 1939 году. За более 80 лет деятельности в должности военных комиссаров был 21 офицер. Первый военный комиссар – старший политрук Сергей Ефимович Панов. В 1951 году на территории Нейнска автономного округа образуются три районных военных комиссариата, подчиняющие Нейнскому окружному военкомату. В период с 1954 по 1959 год они были сокращены, а военный комиссариат Национального округа был подчинён военный комиссариату Аркангельской области. С военных комиссариатов для новобранцев начинается армия. Рабочие органы Генерального штаба Вооружённых сил России отвечают не только за призыв и службу по контракту. В их задачи входят и другие функции. На самом деле военные комиссариаты занимаются огромнейшей работой. Это, прежде всего, конечно же, подготовка и проведение мобилизации. Второй момент – очень большой пласт социальной защиты населения, имеющей отношение к военной службе. То есть, либо когда проходят службы, либо проходят службы. Это и уволенные из военной службы, это и ветераны, и инвалиды. Категория огромная. В последние годы призывники охотнее идут в армию. Наших ребят в основном направляют на Северный флот, воздушно-космические силы, а также в сухопутные войска Западного военного округа. В осенний призыв 2020 года на срочную службу было призвано более ста молодых людей. Ребята более охотно идут служить, чем раньше. По-видимому, это то, что сам облик и внутрь содержания Министерства обороны и вооружённых сил меняется. Меняются отношения к людям, меняются задачи. То есть, военная служба становится более привлекательная. Что касается контрактной службы, большинство ребят возвращаются домой. Но и желающих продолжить служить в армии также немало. Как поделился с нами Игорь Ибраев, даже без учёта тех, кто отправился в Росгвардию, задание уже перевыполнено. Ну а для тех, кто сначала хочет получить образование, а потом связать свою жизнь с военной службой, есть варианты поступления в специальные вузы. Кто поступает в военные вузы, соответственно, первый год у него срочная служба засчитывается. После первого курса с ним заключается контракт. Он становится военнослужащим по контракту. Получает денежное удовольствие как военнослужащий по контракту. Обучение длится пять лет. При успешной сдаче госэкзамена выпускнику присваивается звание лейтенанта. Подать документы для поступления в военный вуз можно уже сейчас. На все интересующие абитуриентов вопросы ответят в военкомате Ненецкого округа. Телеканал «Север» поздравляет всех сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником.